Микс Ньюс Я, может быть, для начала ознакомлю чуть-чуть, может, тех, кто пропустил, с цифрами. Вот сейчас Сэйм готовится, ну, будет, наверное, утвержден в третьем чтении, уже в третьем же поправке закон о административных нарушениях. Юридическая комиссия уже 14 июня эти поправки одобрила. Вот, и будут такие вот наказания, значит, например, если вы не были пристегнуты во время езды, то, значит, штраф может от 30 до 70 евро. Потом, значит, такое же наказание будет предусмотрено для тех, кто без защитного шлема катается на мотоциклах, трициклах и так далее. Сейчас пока это 30 евро, да, вырастает в два раза даже больше. Потом повысятся очень штрафы в таком вот виде, как очень резонансная, всегда обсуждаемая тема. Это мобильное устройство за рулем, телефоны, планшетники. Сейчас даже вот мне рассказывали, что водитель один такси ехал, а, маршрутки. Мне коллега рассказывал, что он ехал в маршрутке, а водитель смотрел чемпионат мира по футболу. Это вообще, понимаете, да. Ну, а что, чемпионат идет? Ну, нельзя же пропустить. Попустить нельзя, а то забьют, а он за рулем. Короче говоря, если, ну, это вот смешно-смешно, но не смешно. Если сейчас нарушитель, значит, предупреждение у него лишь штраф в размере 15 евро, то потом будет от 25 до 100. Значит, можно использовать хансфри, это не возбраняется. Ну, и так далее. То есть, там, подача звукового сигнала, резкое торможение, если это не было связано с безопасностью. Вот, то есть, все это ужесточается. Господин Рутенч, как вы считаете, это действительно необходимо или нет? Ну, как я думаю, ну, на дороге существует определенный порядок, но все его плюс-минус, ну, больше плюс, чем минус должны соблюдать. Ну, иначе это все превратится в хаос. Ну, если мы так посмотрим на период времени, ну, когда мы только-только стали независимым государством, 90-й год, да, в Латвии было всего автомобилей, ну, приблизительно в 3,5 раза меньше на дорогах, чем теперь. Людей было больше, автомобилей меньше, да, то есть, вся плотность автомобилей теперь в несколько раз больше, да, и это, конечно, и она до сих пор, прирастает, да, и требует, ну, соблюдения определенного порядка, чтобы, ну, все это не превратилось, да, ну, в какой-то хаос. Да, конечно. Ну, хорошо, ну, все, вроде, заканчивают одни и те же школы, где учат правилам дорожного движения, все сдаются СДД, и что потом происходит на дорогах, мы видим. Ну, как, ну, дети тоже все заканчивают как бы одни и те же девятые классы, одни и те же, там, колледжи и университеты. А результаты разные, да. А результаты разные, да, и вроде как и все, или часть них сдают централизованные экзамены, да, как бы, ну, по одной системе, но знания все равно разные, да, независимо от того, какие результаты. Да, да, то есть, ну, это все относительно, да, и я хочу сказать, что, ну, наверное, не автошкола и не то, что кто-то получил права, кто-то не получил права является фактором, умеет он или не умеет вести себя на дороге, да. Это там и профессиональные качества, там психологические качества, да, ну, и так далее, и так далее, да. То есть, ну, мы все до сих пор учимся, и, ну, я думаю, в этом плане мы больше похожи на постсоветскую страну, чем на европейскую. Да, там тоже едут быстро, там тоже скоростные режимы не соблюдаются, да, там такие же люди, как у нас. Но они совершенно по-другому относятся к фактору безопасности дорожного движения. То есть, такие моменты, как непристегивание, там непользование шлемами, ну, и так далее, и так далее, да, там фактически вопроса такого нет, да. Там все понимают, там очень, ну, долгая, ну, как сказать, долгий опыт, значительно дольше, чем у нас он был, да, чтобы понимать, что такое безопасность. То есть, работа, да, надо этим? Безопасность, ну, работа здесь, в головах у каждого из нас, ну, и, да, это что-то такое, что мы должны еще учиться, учиться и учиться, да. Ну, эту работу, вот ее как вообще, ее же нужно как-то со всех сторон стимулировать? Конечно, конечно, ну, не только кнутом, да, но и морковкой, да, и всегда приятно, когда на дороге останавливает, скажем, полицейский, дорожный полицейский, да, и сначала, или только, даже если там есть, ну, какое-то, или превышение скорости, или там не пользование ремнями, или там, ну, не знаю, наоборот, пользование там каким-то гаджетом и так далее, и так далее, да, что он даже без намерения накладывать штраф, просто представляется и начинает спокойно разъяснять. Не только то, что там указано, там, в каком-то кодексе, да, это понятно, да, но чисто с какими последствиями, да, почему это важно, да, ну. А это происходит, что он начинает разъяснять? Я думаю, что… Я почему спрашиваю? Может, сейчас, я так понимаю, что обещали, может, уже есть у многих дорожных полицейских будут эти все видеокамеры и так далее, да, так сказать, может быть, у них не будет другого выхода, как оформить протокол? Я не эксперт в этом вопросе, могу сказать, что я сам, ну, редко, меня, в принципе, редко останавливает, но бывает, да, и еще реже было, когда полицейский, ну, действительно разъясняет, что, почему, к чему и так далее, и так далее, да. Я хочу сказать, что такие вещи происходят, они происходят определенно, полагаю, что только в некоторых случаях должно быть значительно больше, да, но ситуация, она становится, с годами она становится все лучше и лучше. Ну, то есть, полиция, ну, сближается к… С народом. С народом, да, и, ну, теми, которые пользуются дорогами. Ну, вот, многие считают, что вот все-таки повышение штрафов направлено не столько вот на профилактику вот этих правил нарушений, а вот на просто на пополнение бюджета, потому что, ну, бывают и другие нарушения, конечно, которые больше не нарушения с точки зрения ПДД вот этих правил дорожного движения, а с точки зрения, не знаю, там, какой-то культуры езды, да, ну, мы часто наблюдаем ездить на дороге, когда ездим, что вот, ну, не знаю, там, по левой полосе, да, который, в принципе, для опережения едет автомобиль, который едет очень медленно, формально ничего не нарушает, он укладывается, не знаю, свои 50, 70, 90, сколько там есть ограничений скорости, да, но мешает, заставляет других дорожных участников, значит, нервничать, обгонять, так сказать, создают аварийные ситуации и вот ничего по мобильнику не говорит, да, так сказать, ну, едет, размышляет о чем-то. Ну, я думаю, что он настолько же опасен, чем тот, кто гоняет. Да. Ну, то есть, отношение должно быть фактически одинаковое, да, ну, общий поток, общее поведение на дороге нарушает и тот, и другое, да. Да, ну, просто, видите, к сожалению, да, давайте приемлемый звонок. Ну, давайте, наушники, пожалуйста, у нас в гостях, напомню, Ингус Рутенч, член правления Латвийской автомобильной ассоциации, сегодня мы будем говорить о ситуации на дорогах, пожалуйста, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Практически где-то 85% аварий происходит из-за нашей инфраструктуры. Надо делать дороги, ребят, а не ставить фоторадары. И все будет нормально. Вот так. А за 27 лет мы здесь практически ничего не делали. У нас нет ни одного автобама. Это смешно просто. Хорошо, понятно, да. Но об этом тоже много говорится, о том, что качество наших дорог влияет на количество несчастных случаев. Мы тут в Европе впереди, Европа всей, да, и кто-то даже пошутил, что вот из экспертов наших, что, мол, вот такие дороги заставляют наших водителей быть внимательнее. То есть они действительно… Ну, я больше сторонник того, что дороги должны быть в хорошем состоянии. Я не сторонник того, что они все должны быть там четыре полосы в обеих направлениях, ну и две. Автобанами, да. Пускай меньше, да лучше, да? Меньше, лучше, да. Если мы, ну, достаточно много поездим по Европе, по старой Европе, я думаю, ни один из нас удивляется, как они там ездят по очень узким дорогам, очень часто довольно скоростным, да. Это не только там Италия, там, Даунтаун, да, Испания и так далее, да, Анвай, Австрия, Германия и так далее, и так далее, да. То есть, ну, там есть другая культура поведения себя на этой дороге, да. Там место на дороге находит и огромный туристический автобус, который я иногда просто удивляюсь, как он там умудряется вообще, ну, там, как-то вот вынимать все эти повороты, да. Но он умудряется, да. Опыт есть, да. Да, и вместе с ним в этом потоке находятся и все остальные, да, и там и автомобили, и скутеры, там, и велосипеды, и так далее, и так далее, да. То есть, я, конечно, понимаю, что всегда лучше, когда дорога шире, да, там, она безопаснее и так далее, да, но это не панацея. То, что она должна быть не разбитая, там, не в ямах, и так далее, это да, это абсолютно да. Ну, наверное, еще нужно думать о том, чтобы больше делать дорог, наверное, с такими вот отбойниками, чтобы вот эти встречные потоки разделять, вот, да, вот как, не знаю, там, по Йомольской трассе, чтобы меньше было столкновений самых опасных. Конечно, конечно, ну, где дорога скоростная, то, ну, конечно, конечно, да. Скажите, ну, вот для вас, что такое самое у нас зло, самое главное у водителей? Вот, ну, как бы, я для себя, для меня, например, я вот заметила, что это хроническая вот у нас нелюбовь к поворотникам водителя, очень, ну, постоянная. Вот я как-то ехала за немцем из Германии, номер немецкий был, да, и просто человек показывал все маневры свои. То есть, мельчайший там какой-то. Все обозначал, да. Которые, когда даже вот идешь пешком мимо ряда машин, которые стоят в пробке, да, они ждут зеленого сигнала, но вот появляется зеленый сигнал светофора, половина этой очереди сидит в мобильниках и не двигается. Абсолютно точно. Вот два момента, ну, самых больших таких, о которых можно говорить, если мы говорим о вот таких гаджетах, да, это вопрос безопасности и вопрос динамичности езды. То есть, я тут не буду вникать в вопрос безопасности, да, там, наверное, есть, ну, специалисты значительно огромнее меня, которые могут со всех сторон комментировать, но вопрос того, насколько динамично мы едем, и особенно это касается передвижений в городских условиях, где скорости относительно маленькие, ну, средняя арифметическая скорость в городе, ну, где-то, ну, 30 плюс километров в час. Где-то, ну, со всеми остановками, и там, и так далее, и так далее. То есть, значительно меньше, чем она на трассе. И главный фактор, насколько динамично все набирают максимальную разрешенную скорость, насколько динамично все стартуют с луксафора. И, фактически, ну, я теперь, ну, учил вождению свою дочь, и, ну, как пример говорил, что, ну, вот, независимо от того, сколько у тебя машин впереди стоит, если ты видишь светофор, там, ну, не знаю, за 50 метров, фактически, ты смотришь не на ту машину, которая впереди, ну, конечно, тоже держишь в ходе зрения, да. Но смотришь на светофор, и так должны делать каждый из тех машин, там 10 машин, 20 стоят, и в идеальном мире, в принципе, они все смотрят на светофор, и все вместе трогаются. Не каждый смотрит в задницу, прежде стоящей машины, да, вот, когда она тронулась, там, я там ищу, где там переключения, там, где педали, там, отложил свой гаджет, да, все, и эта пробка растянулась, да, и, ну, там, не знаю, 3-4 машины за зеленый свет успели переехать перекресток, да. Так все и происходит у нас. Да, так и происходит, да. И если мы посмотрим, как это все происходит в Западной Европе, да, там это все происходит очень плотно, да, возможно, что там немножко другая канава, что это там происходит слишком плотно, потому там, ну, бывает, когда происходят, ну, не только там, большой аварии, там, на трассах, на городах. Да, да, потому что они очень плотно держат дистанцию, да, и это опять, ну, там, где-то в голове, там, это огромный срок, когда они учились, ну, каким образом надо передвигаться, там, проблема заторов значительно больше, чем у нас, ну, мы так, ну, там, ну, ладно, там, 2-3 машины больше, меньше, там, переехали, там, перекресток, ну, и черт с ним, да. Ну, то есть, вот, моя тема как раз, насколько динамично мы едем, используем то время, которое нам дано, чтобы, там, ну, сделать мое время. Да, ну, здесь еще, наверное, это другая проблема, конечно, средний возраст транспорта в Латвии, я так понимаю, по-прежнему, там, 14-15 лет, я имею в виду, сколько возраст машины. 14 лет, и он каждый год становится все, стареет, до сих пор он стареет. Да, и это тоже имеет значение, потому что мы знаем, ну, совсем новые машины, притом не только обязательно, премиум класса, уже многие, как мы знаем, оснащены разной техникой, позволяя даже тормозить перед объектом, да, поэтому, даже если ты близко стоишь к машине, это не страшно, просто тебе не позволит автоматика дальше, к примеру, так сказать, врезаться. Конечно. К сожалению, у нас еще, у большинства населения нет таких вот современных технологий, да. Ну, и говоря глобально, мы еще должны будем прожить там 5-10-15-20 лет, чтобы не только у нас, но и в других странах, да, то есть, не надо считать, что там в Европе, в Скандинавии, да, что там автопарки там треугодичные, пятилетние, да. И там нет. И там нет, да, и в Германии там больше, больше 8, ближе к 9 лет, да, и тоже стареет, в Скандинавии больше 12 лет, и тоже стареет, да, то есть, это не только у нас, да, но у нас еще, ну, с отрывом, да, 14, да, это еще куда хуже, да. Но если мы говорим, сколько еще времени надо, чтобы мы подошли к, ну, вот есть эти 5 ступеней автомобильного, автономного автомобиля, то есть, на данный момент те машины самые-самые, ну, такие продвинутые, которые выпускаются на рынок, они, в принципе, сейчас стоят на третьем уровне. Фактически, только-только вошли в третий уровень. Еще надо пройти два уровня, да, чтобы, ну, пока машина станет, ну, фактически, у нее не будет руля, не будет педалей, да, ну, то, что мы... Водитель не нужен. Водитель не нужен, там, сел, там, да, взял коктейль, да, и все, и поехал. Вот тогда... Зашил чемпионат мира. Для них штрафы отменять, да, за каждую, да. Да, да. Пожалуйста, Ингус, надевайте наушники, у нас звонки. Слушаем вас, здравствуйте. Слушаем. Алло, доброе утро. Доброе утро. Ну, в принципе, конечно, проблема, наверное, есть во всех странах, но я считаю, что наша главная проблема в Латвии, это уважение вообще водитель по отношению ко всему, к другим водителям, к велосипедистам, к пешеходам, и это гаджеты, это до свидания. Это действительно так. Ну, а с другой стороны, по поводу дорог, я вам скажу, вот улица Деглова, от Улбракас до Деглского моста, я иногда раньше удивлялся, что-то все едут по второму ряду, даже, как бы, по первому ряду я даже на велосипеде там еду, там, реально, ну, нереально кататься. Свою машину разобьешь. Элементарно. И поэтому все культурники едут по второму ряду 50-70 километров, а первый ряд практически только троллейбусы, ну, и те, кто машину не жалко так вот гоняет туда. Поэтому я, кстати, самое главное, да, я тоже считаю, что там три полосы тоже не нужно. А по поводу медленной езды, вот я сейчас еду в Юрну, восстаю перед, ну, жду в билете купить, кто-то едет по второму ряду 70, кто-то по третьему 80. И, правильно, получается, если я хочу ехать 90, у меня, получается, агрессивная еда, я одного обогнала 90, вроде как по правилам, а получается, змейка, как будто агрессивная еда. И виноват буду, в принципе, я. То есть, с другой стороны, если вы действительно, люди бывают разные, то я в компьютерах, допустим, мало что понимаю. А тот, ну, если ты не можешь ехать или боишься, едь ты по первому ряду и никого не трогай, едь ты свои 70, 50, все. 103 слова, абсолютно справедливо. Спасибо. Об этом мы и говорим. В конце концов, вообще, третья полоса для опережения предусмотрена, да, так сказать, и если кто-то хочет ехать, там, не знаю, 110, это его проблема. Пускай его останавливает, но не создавайте аварийную ситуацию на дороге, да. Да, кстати, по поводу пропуска в Юрмалу, заодно уже скажу, для тех, у кого все в порядке там с гаджетами, они как раз могут скачать приложение, это мобили. Не надо стоять в пробках, да. Не надо стоять в пробках, не надо стоять в очереди к этому автомату. Ингус, еще, пожалуйста, надевайте наушники. Телефон 672-12-939, 672-13-939, на направлении Латвийской автомобильной ассоциации. Ингус Рутень, в студии. Здравствуйте, слушаем. Добрый день. Вот тут говорят про уважение водителей, а пешеходы, когда начнут уважать водителей, они же не видят ни красного сигнала, ни зебры. Велосипедисты тоже, я вижу, едут на красный сигнал. И пешеходы не думают о том, что будет с водителем, когда к нему попадет под колеса, какое у него будет состояние, какой он стресс переживет. Спасибо, до свидания. Спасибо большое, да. Ну, это, наверное, тема отдельного разговора. Я так понимаю, что полиции, видимо, сложно изловить велосипедисты, автомобиль легче с регистрационным номером, особенно никуда не денешься, да? Возможно, возможно. Ну, абсолютно можно согласиться, что, ну, конечно, они, все эти стороны находятся на дороге, да, делят, в принципе, одно и то же место. И, ну, все как-то, ну, поровну должны это делать. Ну, вот, что касается вот этих гаджетов, вроде бы обещают сейчас оснастить вот какие-то определенные полицейские машины специальными устройствами, ну, для того, чтобы доказывать, что есть такой факт. Я, правда, не знаю, это будет как фоторадар, то есть потом будет присылать эти извещения или нет. Я почему спрашиваю, потому что, ну, не знаю, вот, для примера, я думаю, все знают улицы Владимара, которые идут в сторону Пардалгу. Мне тяжело представить, кроме выходных и праздщик дней, там все время пробки, такая уникальная улица, да, все время пробки. И как вот в потоке, допустим, полиция будет задерживать этого нарушителя, который, там, не знаю, сидел, смотрел, там, чемпионат мира или, говорю, по телефону. Это надо вообще полностью заблокировать движение, может, надо его куда-то, там, не знаю, на тротуар или что, чтобы оформлять протокол. То есть, вот, как это будет происходить технически? В реальности. Да, в реальности, да. Ну, да, наверное, это надо полиции больше спрашивать. Ну, я думаю, ясно, что, что бы ни делала полиция, она, ну, своими действиями не должна создавать еще большую пробку, да, то есть, она должна его уводить, ну, этого задержанного машину куда-то. Ну, в том-то и старом, да? В сторонку, в там, в соседнюю улицу, да, и, ну, да. А вот, что касается все-таки вашей ассоциации, вот, как вы, анализируя ситуацию, можете сказать, вообще, почему у нас медленно обновляется, так можно сказать, автопарк? Это именно вопрос благосостояния, доступности этих автомобилей, потому что многие вот автолюбители со стажем, те, которые разбираются в автомобилях, они говорят, ну, мы же видим, что, к сожалению, там, понятно, что не все марки, качество автомобилей падает. Это связано, видимо, с тем, что очень много там электроники внутри, видимо, делают эти металлы более легкими, там, не знаю, да, и так далее. И многие говорят о том, я лучше поезжу там на машине, там, не знаю, там, 7-8-10 лет, чем буду, так сказать, покупать новую. Как только гарантия закончится, вот она и посыпалась. Ну, наверное, пояснения разные, и разные аудитории, разные считают, ну, это по-разному. Ну, наверное, есть и такие, как, ну, вы приводили пример, кто, ну, сознательно ездит на более старой машине, потому что она проще, там, ну, возможно, в каком-то понятии долговечнее, да, там, ремонты стоят дешевле, ну, и так далее, и так далее. Но все-таки я глубоко уверен, что большинство, у большинства это только и всего вопрос средств или своих, или возможности доступа к банковым кредитам. К кредитам, и здесь, наверное, я хочу сказать именно к банковым кредитам, потому что стоимость кредита, она до сих пор несравнима банковским и небанковским. Очень большая разница. Очень большая разница, да, мы, в принципе, ну, когда-то считали, что машина в небанковском кредите, скажем, 10-летняя премиум класса, средняя премиум класса стоит... Почти вдвойне, да? В полтора раза больше месячный платеж, чем абсолютно новая, малого класса, да, это не премиум, средний, но все-таки абсолютно новая, 5-7 лет гарантии, вообще проблем никаких, там, только за обслуживание заплатил, да, и наливаешь там топливо и едешь, да, то есть рисков никаких, да, Но все-таки, ну, причина есть какая-то тому, что в поддержанном сегменте, да, именно доминирует, ну, вот, там, средний возраст 10 лет поддержанных машин, которые первый раз приходят в Латвию, да, и в то же время они, как бы, в отношении месячного платежа, как мы говорили, стоят в полтора раза больше, дороже, в полтора-два раза дороже, чем такая же новая, да, И это вопрос только в доступности банковского финансирования, так что все-таки я хочу сказать, что никто сознательно не хочет ездить на более старые машины, если только есть финансовые, ну, возможности такие или другие, купить, ну, или более новую, да. Еще у нас звонки, пожалуйста, надевайте наушники, 672-12-939, 672-13-939, так, только что был, пропал, нет, вот есть, пожалуйста, здравствуйте, слушаем. Доброе утро. Доброе утро. Я по поводу штрафов повышения, насколько знаю, все-таки в бюджете заложена какая-то сумма от штрафов, раз это так, то, в принципе, лишний раз не объяснять, почему, а просто штраф наложить, ну, то есть, секретанцы выписать, это обусловлено все-таки бюджетом, так не крути. Да, этого я тоже никак никогда не могу понять, как, возможно, и доходы от штрафов, которых, ну, вообще неизвестно, во-первых, мы всегда надеемся, что их не будет, да, ну, что все будут настолько сознательны, что… Да, мы же их повышаем для того, чтобы не нарушали. Ну, да, ну, да, и в то же время кто-то считает, что там, ну, сколько там тысяч или сотни тысяч там наберутся, да, и уже их ставят в бюджет, в раздел доходов, да, вот этого я никак не понимаю. Да, конечно, они, если они будут, хорошо, да, но это будут какие-то внебюджетные там или в специальном бюджете, да, там, ну, что-то, возможно, будет за них государство купить или там сделать реформы или что-то другое, да. Это экстра тому, что, чему деньги были, ну, как бы, отложены в бюджете, в основном бюджете, да, но это не может никак быть, ну, как такое, ну, как… Основной доход. Как закон, как основной доход, что считается, что это фактически это уже есть. И если недобор этих денег идут, да, ну, тогда у народа появляется уже сомнение, что, ага, бюджет не наполняется, да, ну, все. Поэтому повышают и счет, да, нам. Или повышают еще, или там, ну, полиция делает там рейды, да, ну, и так далее, что, конечно, я глубоко уверен, не так, да, но, тем не менее, ну… Ну, хорошо, вот, Ингус, все-таки вопрос к вопросу целесообразности. Действительно ли увеличение штрафов – это достигнет этой цели, да, потому что можно до бесконечности увеличивать, конечно, но если, например, их не применять, то, ну, толку-то от этого. Ну, как мы говорили, да, ну, это все должно идти, ну, вместе, да, то есть штраф или возможность штрафа, да, и применение, или разъяснение, почему так делать плохо, да. Если полиция, ну, вот в этом потоке на улице Валдемара, там, например, найдет возможность, каким образом, вот целый день там ехать в этой пробке, да, ну, они по полосам тоже с разными скоростями двигаются, так что можно засечь, что там сбоку происходит, да. И если это будет довольно активно проводиться, да, то я думаю, что да. Ну, то есть просто приоритеты нужно расставить тогда так, да, что вот мы все внимание на гаджеты, допустим, да, концентрируем. Или что? Ну, потому что силы полиции-то у нас столько, сколько есть, мы же сами понимаем, что они не могут там везде успеть и на всех участках. Конечно, 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 но приоритет всегда должен, конечно, быть один в каком-то промежутке времени. Это время проходит, там, ну, не знаю, там, месяц, да, другой приоритет, да, опять проходит, но и так по кругу, да, но, естественно, в одном месте не могут быть приоритеты, там, скорость, гаджеты, там, не знаю, велосипеды без шлемов, да, ну и так далее, и так далее, конечно, да. Надевайте наушники, еще звонок У нас, пожалуйста, здравствуйте Слушаем вас Да, здравствуйте, говорите Пожалуйста Наверное, радио включено и нас не слышно Не слышно 672-12-939 672-13-939 Телефон прямого эфира Еще надевайте наушники, пожалуйста Слушаем вас, здравствуйте Здравствуйте Ну, вообще Латвия Для автоводителя Очень некомфортная страна для передвижения Я не говорю уже о стоимости дорог О состоянии дорог Но, хотя, конечно, состояние улучшилось Вот последние несколько лет Это надо признать, но в целом Я имею ввиду отношение к власти Во-первых, машина это дорогое удовольствие У нас почему-то большинство людей Вообще не считает деньги У меня не старая машина, я ее новую покупал Я понял, что когда я сел в новую машину Я больше никогда в старую машину не сяду Или я буду ходить пешком Но в целом Вот моя машина С-класса Обходится мне в месяц С учетом того, что у меня потребление Очень низкое топливо Она обходится мне в месяц 350 евро без штрафов То есть человек Покупая машину Должен понимать, что он за нее будет платить Но Само отношение власти То есть, когда ты покупаешь машину Я понимаю так, что я становлюсь дойной коровой Меня нужно доить Меня нужно обложить налогом Значит, всевозможными налогами Акцизами И по скоростному режиму поставить фоторадары Именно там, где ты можешь нарушить Вот простой пример У нас есть такое В направлении Эстонии Валмерское Визумское шоссе И там есть такое Село Дорогу обещали сделать К нему Уже несколько лет Дорогу не делают Дорога ужасная Зимой там ехать Вообще Смерти подобно Узкая дорога Плохое покрытие Яма на яме Но в самом Берзу Крокс Фоторадар стоит внеедине Когда ты спускаешься с горы То есть волей-неволей Ты спускаешься с горы Попадаешь Нарушаешь скоростной режим И Передвигаясь по Латвии Вот если я вижу Вот я по себе скажу Если я вижу ровный участок дороги По которому можно увеличить И ехать с нормальной скоростью Больше ста Я никогда там не еду Потому что я буду знать Что там будет стоять полиция Или там будет где-нибудь Стоять фоторадар То есть все сделано для того Чтобы отобрать деньги У населения Вот за эти вот Передвижения в машин Как с этим бороться Не знаю Но нигде так неуютно На дорогах себя Ни в одной стране Ни в Литве Ни в Эстонии Ни в России Я так неуютно себя Вот на трассах Не чувствую Вот не знаю почему А что касается машин Премиального здесь класса Ну люди вообще не умеют Читать Не думают головой Если ты не можешь Позволить себе Премиальную машину Зачем тебе эти понты Езди Купи себе машину Поменьше класса И наслаждайся Да спасибо Спасибо большое Ну наверное Главный комментарий Что я из этого разговора взял Что налоги собираются Но непонятно куда они Ну в принципе они каким-то образом Те налоги Которые от автовладельцев Они каким-то образом Должны попасть обратно на дорогу Ну большая их часть Наверное А попадает меньше А попадает меньше Да Ну это наверное главное Потому что если говорить О самих налогах Ну Латвия далеко Не та страна У которой У которой самые большие налоги Да То есть Ну мы не являемся Каким-то уникумом Да Среди остальных Европейских государств Но вот то Как эти деньги Ко-да-а Не попадают потом Да Да Это действительно большой вопрос Да Но со следующего года Я так понимаю Что возрастут Дорожные налоги По-моему там Движок Три с половиной Начиная Вот будет Довольно резкое повышение Я так понимаю Да Откровенно говоря Я ничего такого не знаю Знаю то что Январь следующего года Заканчивается Переходной период Тем изменениям В эксплуатационном налоге Которые были приняты В шестнадцатом году Но эти изменения Никаким образом Не повлияют Во-первых На те машины Которые Первый раз Будут Приобретены Там все остается Как в этом году Как и в прошлом году И Главные изменения Будут только У тех Которых Машины уже Были в Латвии Зарегистрированы До Конца Пятнадцатого года Только На те машины Будут изменения Которые Ну будут Ну этот переходной Период Закончивается И В следующем году Ну и последний звонок Уже на сегодня Да пожалуйста Здравствуйте Слушаем Пожалуйста Добрый день Добрый день Я на балкон Звонился Да да Звонились Говорите Я хотел просто Такое мнение Высказать Вот вопрос О том Уже сочинение Штрафов За непристегнутые Ремни безопасности Я этого Совершенно Не могу Понять Вернее Понимаю Только Как Выкачивание Денег Почему Потому что Это вопрос Моей личной Безопасности И пристегнут Я или не Пристегнут Это никак Не влияет На окружающих Это Конкретно Мое Личное решение Которое Никому Не мешает Кроме Меня И наказывать За это Я считаю Что это Совершенно Неправильно Ну Кроме Меня Это Вы сами Будете Себя Лечить Ну Это Абсолютно Демагогия Ну Конечно Во-первых Кто будет Лечить Да Кто за это Будет платить Это государство Не поступающие Доходы Государству От тех Которые Потом Работа Не способна Да Инвалиды Да И в-третьих То что Ты сам Не пристегнут Это означает Что у тебя Будет отличительное Поведение За рулем Ну В критической Ситуации Ну В тот момент Если машина Начинает Ну там Не знаю Нести по дороге Или там Она ударяется Обо что-то Да То есть Скорее всего Ты уже Не сохранишь Ту позицию За рулем Тебя там Откинут куда-то Там На заднее сидение На соседе И пострадают Другие пассажиры Тоже Другие пассажиры И в конце концов Из-за того Что ты не способен Управлять Ты еще куда-то И тогда нанечешь Урон Не себе А уже другим Ну что На этом заканчиваем Спасибо Ингус Рутин Член управления Атвийской автомобильной Ассоциации Был сегодня с нами Утром на Болткоме Спасибо и Хорошего дня До свидания Счастливо